Представь себе дредноуты гигантских размеров, несущие на борту юнитов средних размеров, внутри которых, в свою очередь, содержатся более мелкие боевые единицы, например, космических десантников. Теперь добавь к этому многокилометровые поля сражений, симпатичную трёхмерную графику, реалистичную физику окружающего мира, динамически изменяемый ландшафт, а также классную анимацию движений. Согласись, звучит впечатляюще. Всем этим нас обещает порадовать Supreme Commander. Но так ли будет на самом деле? Долгое время мы могли судить о потенциале проекта лишь по многочисленным видеороликам, в которых демонстрировались отрывки из геймплея. Однако не стоит забывать о том, что довольно часто в якобы игровых сценах каждое действие виртуального актёра тщательно спланировано режиссёром-постановщиком. Стоит ли верить создателям Supreme Commander, и действительно ли в недрах компании Gas Powered Games зреет потенциальный хит? Мы дадим утвердительный ответ на этот вопрос, так как недавно нам удалось познакомиться с бета-версией проекта. Перед тем, как перейти к рассказу о геймплее, коротко напомним о сюжете. События развернутся в далёком будущем. За межпланетное господство вот уже тысячу лет борются три противоборствующих стороны. Первая – обычные Homo Sapiens из Земной Федерации. Вторая – люди с вживлёнными в головы имплантатами. Третья – бывшие колонизаторы, попавшие под влияние загадочных инопланетян. Главная задача Supreme Commander – позволить игрокам почувствовать себя не просто командиром сотни другой бойцов, но великим полководцем, который управляет гигантскими армиями. Если у тебя есть два монитора, то по одному можно смотреть за перемещениями крупных подразделений на глобальной карте, а по-другому наблюдать за ходом отдельной баталии и отдавать приказы конкретным боевым единицам. Главное – внимательно следить за общей картиной сражения. Порой увлечёшься какой-нибудь мелкой стычкой, а в это время противник запускает в стан твоих войск гигантского паука. Пока разберёшься, что к чему, металлическое чудовище потопчет лапами с десяток мощных танков и повредит несколько кораблей. Как говорится в одном рекламном слогане – размер имеет значение. Нет ничего страшнее тактического оружия. После ядерного взрыва земля с красивыми полями и лесами превращается в выжженное поле, усеянное обгоревшей техникой. Хочешь нанести противнику колоссальный урон – просто отправь боеголовку прямо в гущу его отборных частей. Благодаря удобному интерфейсу управлять столь необычной армией легко и просто. Все виды подразделений обозначены на глобальной карте пиктограммами. В классических РТС приходилось обводить солдат мышью и кликать на тот или иной участок карты. В Supreme Commander есть и такой классический вариант управления. Но также разрешается выбрать нужную пиктограмму и нарисовать маршрут следования от одной контрольной точки до другой. Но это еще не все. Ты выбираешь скорость передвижения, а также указываешь действия во время боя. Геймплей состоит не только из сражений, но и из добычи ресурсов, строительства зданий и производства юнитов. Обводишь рамкой одного из инженеров, находишь подходящее место, выбираешь в меню необходимый вид строения и смотришь, как на пустом участке земли или воды возникает то или иное здание. Правда, в любой момент разрешается оторваться от мирских дел и сосредоточиться исключительно на войне, поручив руководство тылом искусственному интеллекту. Помнишь автоматическое управление поселениями из Rome Total War с несколькими вариантами стратегии развития? В Supreme Commander будет что-то подобное. С высоты птичьего полета сражения выглядят великолепно. Лазеры разрезают небо красными лучами, ракеты оставляют за собой дымные следы, из-под ног тяжелых шагающих роботов вылетают куски земли. К сожалению, движок не позволяет тратить на прорисовку многочисленных юнитов большое количество полигонов. При максимальном приближении камеры солдаты и различная боевая техника выглядят не так хорошо, как издали. Многолетний опыт ожидания потенциальных хитов приучил нас не верить сладким обещаниям и не писать о проектах в восторженных тонах, пока все не увидишь своими глазами. После знакомства с бета-версией мы можем смело сказать, Supreme Commander перевернет твое представление о стратегическом жанре. Столь крупномасштабных побоищ с участием необычных юнитов матрешек не было ни в одной другой игре. Если разработчики вновь не передвинут дату релиза на более поздний срок, то уже 20 февраля детище Gas Powered Games окажется на полках магазинов.